День психического здоровья Александр Андреевич Коломеец, директор Института клинической психиатрии и психологии. Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я вас в первую очередь хочу поздравить с профессиональным днем, с Днем психического здоровья. И, конечно, это очень важный день не только для специалистов, я думаю, что и для всех людей. Давайте, наверное, сейчас расскажем, почему и в чем особенность этого, если можно так сказать, но, наверное, не праздника, а все-таки. События. События. События, когда в 92-м году выделили это как такой день, Всемирный день психического здоровья, имели в виду, что в этот день мы посвящаем специалисты информированию населения о проблемах психического здоровья. И, в общем-то, это была инициатива Всемирной психиатрической ассоциации, ВОЗ поддержала, и вот таким образом этот стал, ну, не праздник, а день, конечно. Получилось так, что люди с большим предубеждением относятся к нарушениям психических функций и вообще к тому, что нужно что-то делать с этим. Это вообще имеет давнюю историю, потому как еще со средних веков, скажем, этих людей дискриминировали, сжигали на кострах. И люди оттуда еще боятся, что их будут отвергать, если у них есть какая-то депрессия или какие-то, так сказать, нарушения, фобии там и так далее. И вот для того, чтобы развеять эти страхи, чтобы люди относились к этому цивилизованно, чтобы люди понимали, что это такие же нарушения, как и все остальные, какое-то время мы должны посвящать профилактике, объяснению этих вещей. И каждый год День психического здоровья обычно посвящается какой-то отдельной проблеме. И в этом году, допустим, психическое здоровье на рабочем месте. Такая тема. Очень актуальная тема. Очень важная тема, потому что, если мы могли бы перейти к этому вопросу, то, наверное, работа – это и коммуникация, это осуществление смыслов, которые человек, так сказать, имеет в рамках этой деятельности, которая занимает много времени у него. Работа – это, в общем-то, много очень важных событий в человеческой жизни, не только зарплата, понятно, да. И она несет с собой большие нагрузки. И эти нагрузки бывают травматичны для человека. И травматичны не только в физическом смысле, что повреждения чем-то, а в психологическом смысле. То есть здесь действует огромное количество расплетений социально-психологических факторов, которые влияют на психику человека прежде всего. Ну, вообще на здоровье, да, а на психику в частности. Потому что через это, через психику мы трансформируем, видоизменяем реакцию организма. И мы тогда вот, работая, мы можем получить большие неприятности одновременно, не только радости. Александр Андреевич, а можно ли говорить сегодня, что в связи с современным образом жизни мы стали более мобильны, более активны, наверное, более подвижны? И являются ли вот эти проблемы, в том числе психические, более частыми сегодня, нежели раньше? Наверное, нужно говорить о том, что человек не становится все более стрессоустойчивым, да, более железным. Да, он остается тем же человеком, который был и раньше. Он не сильно изменился, вообще-то. И нагрузки просто увеличились, увеличилась информативность, увеличился объем, темп, собственно говоря, того, что требуется от человека. Иногда неоправданно большой темп, иногда человек в силу каких-то особенностей своих задает себе эти, изматывает себя, говорит, меня стресс окружает, когда слушаешь его или кто-то другой, он говорит, такие стрессы обычные вещи, которые... То есть стрессоустойчивость людей не очень высокая, надо сказать. Но этому есть еще основания, что в детском, в подростковом, мало человек испытывал каких-то трудностей, которые преодолевал, и свою стрессоустойчивость поднимал, естественно. Ну, скажем, дети растут сейчас в реферированных условиях. Более того, они сидят часто у компьютера в небольших компаниях. Улицы у них бывают редко, а там очень много человек получает, когда он общается со своими сверстниками плотно. И как раз вне формальных вот этих организаций детского сада или же школы, а именно когда они находятся вне поля зрения родителей, вот тут и многое получают они. То есть психику нужно закалять, получается? Абсолютно. Если мы сегодня перенесли вот этот эустресс, то завтра можем перенести чуть больше и так далее. Поэтому стрессоустойчивость появляется не за счет того, что я релаксировался, я вот лежу в этой нервании своей, так сказать, а за счет того, что я в гуще событий постоянно пребываю. Но иногда нужно выходить. Вот эта волнообразная смена ритма, которая касается и работы, почему есть психогигиена, труда, необходимы перерывы обязательные, необходимы перерывы в рабочем времени дня. И нужны выходные, и нужны отпуска. Но только как мы будем проводить отпуска, как понимает этот человек. Но в конечном счете есть еще и свободное от работы время. И вот тоже, чему себя посвящает в это время человек. Для того, чтобы сама по себе работа не стала фактором риска для психического, ну и вообще соматического здоровья. Мы очень много говорим и подчеркиваем соматическое и психическое здоровье. На самом деле здоровье единое у человека. И всякая реакция, которую человек производит на всякое воздействие, она психосоматическая всегда. Правда, Жанна? Согласна с вами абсолютно. В любом случае, конечно, каждый человек в любой профессии получает определенную дозу стресса. Но на ваш взгляд, все-таки какие профессии самые стрессоопасные? На мой взгляд, тут не договорились ученые всего мира, вы говорите о моем взгляде. Есть просто наборы профессий, где увеличивается риск, считается. Нигде ни в одной стране не посчитали этого, понятно. А где высокий уровень коммуникации, взаимодействия с людьми? Где высокая скорость выполнения тех или иных действий? Трудно осваивать, человеку бывают пределы возможностей. И с другой стороны коммуникации, а с другой стороны геодопривация, когда он один. Ну, представьте себе, допустим, человек, склонный к широкому кругу общения и так далее, работает только в отдельном кабинете и долго находится. Или в экспедиции. Ему очень трудно находиться. Поэтому подбор идет по типологии для того, чтобы он мог переносить эти ситуации. И напротив. Ну и понятно, есть вообще ситуации, ну вот диспетчеры авиационные считаются. Это достаточно серьезная нагрузка. Там где-то далеко, не визуально, а на разных картах. Огромная ответственность, в конце концов. Да, ответственность, да. Но это же надо развести. Казалось бы, что там самолеты. А диспетчеры надо аэропортами. Там что-то садятся, летят. И они очень часто лайнеры, кстати, через каждую минуту могут быть. Очень высокая концентрация внимания. Что вы, там нельзя ничего пропустить. Безусловно. Чаю попить, сходить куда-то. Поэтому вот здесь сходится все. И коммуникации, и внимание, и скорость, и напряжение вот такое постоянное. Они изматываются очень серьезно, эти люди, конечно. Насколько мне известно, в России практика посещения психиатра, психолога, она, к сожалению, пока еще не прижилась. То есть очень маленький процент людей приходит к специалистам с той или иной проблемой. Да. Как считаете, с чем это связано все-таки? И есть ли какая-то динамика в последние годы положительная? Вы знаете, это связано, конечно, с умой факторов. И мы это отслеживали на странах Европы, и отслеживалось, ну, как мои коллеги, конечно, в американцах. Там, во-первых, больше внимания уделяется этим вопросам. И люди более просвещенными. Может быть, мы носители еще таких вот древних взглядов многих наших сограждан. У нас еще архаические, так сказать, типы сознания, представлений. Очень много мифологизированных таких вещей, когда я не знаю, как это объяснить, но тогда я буду объяснять это естественными силами какими-то. Это все оплетено мифами, слухами различными. Потом очень много было сделано, к сожалению, законодательством Советского Союза негативным. Ограничение на профессию, ограничение праве голосования людей. Ну, много было неприятностей, связанных с этим. И люди до сих пор вот эту память имеют. По инерции еще все. Поколение она передается, вот этот страх. А на самом деле наука психиатрии, практика психиатрии, они нацелены на помощь, собственно, человеку, да, и никаких у них задач нет. Но есть вокруг этого существующее. То есть фактически в обществе есть отвержение людей, которые пользуются помощью психиатров, психотерапевтов, психологов. Ну, допустим, скажем, дремучесть некоторая, так сказать, которая существует, ее можно сказать в кавычках, конечно, дремучесть. Но очень часто мы слышим, что люди путают понятие психиатр, психолог, психотерапевт. Даже вот средства информации я с улыбкой слышал новость о том, что специалисты Института Сербского приехали на какую-то очередную катастрофу техногенную. Психологи причем они, специалисты-психологи приехали. Да нет там у них психологов, они психиатры судебные в основном. Недавно они стали заниматься социальной психиатрией. Вот сейчас немножко другие организации, но вот так это было. То есть обыкновенное просвещение требуется, чтобы разделить эти понятия. Это разные, кстати, сферы деятельности. Хотя они перетекают одна в другую, но это все же разные понятия. То есть вывод можно сделать такой, чем больше мы с вами и другие наши коллеги будут рассказывать об этом. Да, и мои коллеги, если будут они представлять даже свои специальности, это будет очень полезно. Так вот дальше. В Штатах в те же 10-дневный период посвящается, вот начиная от 10 октября или вокруг него, да. И дальше, а то и месячник иногда посвящается просто психическому здоровью, приглашают разные специалисты разных оттенков моей профессии. И они рассказывают о некоторых достижениях, которые существуют. Ну, понятно, что были ограничения в самой науке, да, постепенно она развивается. И ограничения возможностей помощи. При разных заболеваниях разные возможности тоже, мы тоже есть ограничения, как в любой медицинской профессии, да. Легко вылечить простуду, которая там, ринит обыкновенный, да, катаральный. И очень трудно вылечить туберкулез или еще что-нибудь более серьезное с легкими, да. Так и у нас есть такие же проблемы, конечно. Но есть возможности, которые увеличивают наш, так сказать, потенции, скажем. И в результате мы имеем уже несколько новых поколений препаратов психотропных, о которых наша страна не ведает. Она в основном принимает корвалол. Понимаете, да? От всех болезней причем, и от сердца, и от нервов. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Александр Андреевич, ну, коли уж вы заговорили про препараты, о которых мы, обыватели, еще пока не знаем, к сожалению, в большинстве случаев. Ну, знаете немножко, конечно. Ну, может быть, немного знаем. Кто не знает об одних депрессантах, да? Да, давайте поговорим о них и вообще в целом о достижениях современной психиатрии. Ну, слава богу, об этом, конечно, можно говорить долго. Но, вы знаете, я хотел бы, действительно, если мы коснулись препаратов, то сказать о том, что вот в области тревожных расстройств, депрессивных, которые занимают огромное место психиатрии, и, к сожалению, увеличивается их количество таких расстройств. И в настоящее время вот больных с депрессиями 250-300 миллионов насчитывается на земном шаре. И по прогнозам это будет увеличиваться. Это вот как раз если говорить о стрессогенности нашего общества и стрессо-неустойчивости человека. Появилось много новых поколений препаратов антидепрессивного и противотревожного свойства. Более того, многие люди полагают, у меня просто тревога. И с ней можно жить. Некоторое время можно жить, но потом она трансформируется в депрессию. То есть все развивается, нельзя не обращать внимания. К сожалению, есть этапность развития. И тревога сейчас в психиатрии мировой считается только лишь этапом в развитии депрессии. Ее обязательно нужно купировать как можно дальше, и с ней жить не нужно долго. Так же, как не нужно жить с низорубцовавшейся язвой желудка. Нужно как можно быстрее, чтобы она прекратила свое функционирование, как низорубцовавшаяся. И сейчас, если взять предыдущее поколение антидепрессантов, они были условно грязными. То есть они действовали на огромное количество тех сфер и рецепторов, где побочные эффекты, собственно, большие были, большой объем их. Нет лекарств без побочных эффектов вообще, но более точное попадание в мишень, да, точное попадание, и от него есть больше проку. И сейчас появились и третье, и четвертое поколение препаратов. Более выверенные у них результаты, и они уже рассмотрены, и сравнительные исследования проведены. И поэтому, конечно, врач понимает, что за расстройство он может дать тот лекарство, которое, ну, необходимо и подходит в большей степени. Вот. Нейролептики. Совершенно невозможная была их картина, когда появлялись паркинсонические расстройства у пациента, и буквально инвалидом становился от побочных эффектов, а не от самого психического заболевания, да, порой. Сейчас есть препараты, которые лишены этих побочных эффектов. Если их внимательно, аккуратно назначать, то у него тоже есть побочные эффекты у них, но можно избежать их тоже. Есть способы избегания этого. Вы знаете, даже о природе психических расстройств очень интересные данные получены исследованием буквально последних 5-7 лет, собственно говоря, когда мы говорили о генетической предрасположенности к многим психическим расстройствам, так вот сейчас стали впору говорить о том, что мы генетически тогда ко всему предрасположены. Каждый из нас есть генетически предрасположен к чему-либо, к какому-то заболеванию. И тут вот выяснилось, что целые ассоциации, так сказать, определенных изменений в генах наших, да, ответственны за какие-то заболевания. Уязвимость его увеличивает. И мы, когда обнаружили генетически, понятно, не мы, что одновременно эта ассоциация изменений отвечает за шизофрения, биполярное расстройство, тревожное расстройство, но тут же за язвенный колит, сахарный диабет и теряет токсикоз, и тогда получается, какие факторы вызывают что. То есть уязвимость есть, а каким образом трансформация происходит. И тогда стали заниматься факторами среды. И мы опять возвращаемся к социально-психологическим факторам, которые вот касаются сегодняшнего дня, вот темы психического здоровья на работе, да. Мы больше всего бываем на работе, а потом больше всего бываем в семье. Трудно сравнить, но, наверное, сопоставить можно эти вещи. Это самые большие, объемные такие ситуации. То есть я правильно вас поняла? Мы можем быть генетически предрасположены к группе определенных заболеваний. Да. А какая из них проявится у человека? От влияния каких-то внешних факторов еще зависит, что из этого проявится. Уж не говоря о том, что есть генетические, да, а есть эпигенетические факторы наследования. Это что значит? Это те изменения вне генов, которые обеспечивают функционирование генов. И они могут быть изменены и наследоваться на 2-3 поколения тоже. Поэтому гораздо сложнее все вот с генетикой различных расстройств, заболеваний и так далее, чем было так однозначно линейное. Ну, как-то когда-то я рассматриваю генетику, что посчитал, и все будет понятно. Ну, скажем, первый геном человека был исследован за один... Он стоил миллион долларов. Сейчас это дешевле предлагают нашим российским ученым тоже заниматься этим. Сейчас же это недорого, это 100-120 всего лишь тысяч долларов. Но для наших исследователей это сложно, так сказать, такую сумму поднять на один геном. Но это можно, собрав несколько, понять опять различные, так сказать, закономерности тех или иных расстройств. Я предлагаю немножечко вернуться назад в нашем разговоре. И все-таки хотелось бы немножко раскрыть тему вот тех самых моментов, когда вот эти звоночки, которые там вы сказали, чувство тревоги, например, депрессивные состояния. Хотя тревога вообще-то сама по себе это обычное, нормальное состояние человека, если есть основания. Вот хочется узнать, что все-таки является действительно первым звоночком, когда следует не заниматься самолечением или не махать рукой на все происходящее, а все же идти к специалисту. Время. Вы знаете, что такое психическое здоровье? Это состояние благополучия. Когда человек может реализовать себя, он может вести себя в соответствии со стимулами, которые есть. Он может испытывать радость от того, что он делает и в чем участвует, собственно говоря. Там много, так сказать, характеристик, но чувство благополучия в основе, собственно говоря. И человек лишается этого чувства благополучия, лишается покоя, лишается ровного внутренней гармонии. И вот в связи с разными факторами, ну, какими-то расстройствами. Если это затягивается, мы лишаемся благополучия внутреннего чувства, этого и так далее, когда у нас отвалилось колесо в машине. Но мы переживаем это недолго. Мы собираемся, что-то делаем, или оно прокололось. А когда это тянется долго, а внешние факторы уже не действуют, колеса не отваливаются каждый день, он прибывает обычно где-то порогом считается 10-15 дней. Когда вот все это... Потом это углубляться, утяжеляться может, да? Это дискомфорт внутренней. Это и есть знак того, что нужно обратиться к специалисту, чтобы он помог понять. Это или похондрия, или же вообще-то, собственно говоря, у него есть какое-то соматическое заболевание, которое требует лечения, да? Либо это тревожное, может, навязчивое какие-то, какие-то расстройства. Нужно с этим обращаться к специалистам. Так вот, это критерий такой временной и тяжести, собственно говоря. Это не тот случай, когда я обиделась, потому что он мне сказал, и нужно идти к психиатру. Нет. Нужно идти тогда, когда требуется помощь, собственно говоря. В любом смысле требует организм даже, может быть. Организм, да, человеческий. Вот он вот чувствует обычно, человек. Но он уже начинает делать что-нибудь, пройдет. Но оно, к сожалению, редко проходит. Самостоятельно, быстро. Иногда затягивается, иногда да. Но мы иногда видим, что человек отказался, потому что что-то неуспешно было, не могут помочь, может, не туда приходил. И, конечно, в общем-то, мы невроз имели, а потом имеем невротическое развитие личности. Говорит, да я уже спаян с этим, я с этим живу. Я не сплю уже 20 лет нормально, Морзо, говорит. У меня постоянно там, я там что-то считаю или чего-то боюсь, но я уже с этим привык. Ну ладно, в самолетах я не летаю, я буду ездить на поездах. На поездах тоже страшно, но только осталось на велосипеде. Но ведь на улице тоже люди ездят на машинах. И человек остается дома, бывает, не выходит из дома в связи с навязчивыми страхами порой. То есть я правильно понимаю, фобия – это тоже своего рода уже расстройства какие-то? Да, это очень тяжелые расстройства. И надо сказать, что им страдает огромное количество людей. И в этой связи, и фобии очень много, и они могут одного человека шириться. Так что есть такое понятие фобофобия, страх, что у меня возникнет страх. Поэтому я что-то сделаю, и за этим обязательно какой-то страх появится. Поэтому он сидит дома порой. Он не может вообще ни учиться, ни работать. О каком комфорте внутреннем можно говорить? Более-менее. Он избегает, и какое-то количество страхов этих ситуаций, где он может иметь, он может еще жить какое-то время. Когда их увеличивается, он вообще ни на занятия, ни на работу этот человек. Ну, это фобия. Безобидная, казалось бы. К сожалению, нам скоро уже пора заканчивать, и пора подводить, наверное, итог нашей сегодняшней темы разговора. И я так понимаю, что, как и любые специалисты медицинской сферы, также и специалисты психиатрии, дают один очень важный совет. Нужно быть внимательным к себе, прислушиваться к своему организму. И не бояться обращаться к специалисту. Я правильно понимаю? И еще бы я добавил, что надо понять, что психическое здоровье – это огромная ценность для человека и для общества. Александр Андреевич, спасибо вам огромное за этот разговор. Еще раз профессиональным днем вас. Спасибо. И спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить» в студии работы Ланы Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин